Пам-пам-пам! Батя в студии! Тащись со начальника, будем её разъёбывать. Так бы мне хотел сказать последний свой рабочий день. Майя жена родила, похлопоти. Я официально батя. Это было сложно бухать несколько дней подряд. Думаю, второго ребёнка моя печень не потянет. Вообще, конечно, она лежала неделю в роддоме. Это было тяжело. Я думал, ещё чуть-чуть и умру с голода. Пришлось даже мать подключать. Слава богу, она была рядом. Десять километров от города. Кто-нибудь слышал про спермограмму или сдавал её, нет? У тебя будет трэшак просто. Потому что я ходил, я сдал. Отлично, для кого-нибудь новость. Это, конечно, далеко от голливудских фильмов. Там другая совсем перестрелка. Это была платная поликлиника. Могли, конечно, и массажисток нанять. Но нет. Всё приходится делать вручную и самому. В кабинете, где стоит камера. И она такая, вы не волнуйтесь, а она не пишет. Она сразу идёт, прям будет рассляться на форка. Слушай, да, меня закрыли в кабинете. Вот, я остался один. И там даже не было телека, блин, реально. На чё, блин, дрочи, как говорится. А напротив работают рабочие, которых видно из окна. Можете даже подойти к окну и помахать писюном. Ваня 32 годика. Я херя это дело до сих пор не пойму. Это был самый долгий секс в моей жизни, честно говоря. Вот. И причём неудачный. Да, я все свои труды уронил себе на штаны. Нет, это реально, короче. И терзля, что-то реально баночка просто упала. Врач такая, в сердце с лучшим. Будем стараться. Но, как говорится, я плюнул. И, собственно, со второго раза получилось. Упорство, упорство, ещё раз упорство. Вот бизнес-слоган моего бизнес-треника. Да, зачем-то хера бизнеса. Пиджака не затает. Так. Чё у нас ещё там? А мне кажется, что у вас на улице немного ветра? Конечно, мне кажется. Сейчас там не ветра. В городе было ветра. Вот, короче. Я так однажды тачку проебал. Алло, жена тачку ветром унесла. Она говорит, Ваня, Ваня, ну ты дал боёк. Ты смотрел в другом дворе? И реально, реально. Ветер, тачку перенёс в другой двор. И поставил по-ублюдски. Я так мужском сказал. А то они хотели уже эвакуатор вызывать. Но вызывали психушку. Да, кстати, там бесплатно кормятся. Мы с женой очень долго занимаемся сексом. Очень много. Это просто факт. У вас не получалось забеременеть. То есть жене забеременеть. Мопию на живот ещё в процессе. Ему всего неделька. Мы, конечно, сказали бы, что надо снять презератив и толпиться в жопу. Не сможет это, однако все ребятки. Но дело даже не в нём. Гондонов и так хватает. Поэтому женой, она где-то на задорках Энета, вычитала, что отдать на Сахалин. На Сахалине есть лягушка. Да, не та лягушка, которую надо отсылать в жопу. Я дать вспоминать все твои желания. И жена как, Ваня, Ваня. Я говорю, что случилось? Лягушка, это сопка, блядь. Спрашивается, где она была раньше, когда я ебал жабу. Я не могу. Я не могу. Окей, да. Мне нужно parar, чтобы не было. На самом деле, это скрипка. Скрипка и на сегодняшний раз. Скрипка, крипто.